Бог на отчаяние не отвечает. Бог на веру отвечает. И люди так, Бог, услышь нас, услышь нас. Бог говорит, слышу. Призри на нас, призрел. Обрати лицо твое, обратил уже. Помилуй нас, помиловал уже. Господь, услышь, слышу. Господь, приди, пришел. Твоего присутствия хотим. Вот я здесь. Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. И в церквях собираются. Помилуй, помилуй. И чем больше нас будет, Бог ответит. Возлюбленные, это что? Когда Господь спрашивает, что ты хочешь, они не говорят. Что ты хочешь? Представляете, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Приходит, спрашивает, что ты хочешь, ничего не говорит. Милости прошу, это поняли. А конкретно? Конкретно. Помилуй нашу страну. Конкретно, что хочешь. Помилуй нашу страну. Это понятие растяжимое. Что ты хочешь? Хочу видеть. Прозри. И прозри. Знаете, мы из одной крайности в другую впадаем, возлюбленные. Или мы милости просим и не говорим, что имеем в виду. Или мы кричим, странные эмоции проявляем. Многие недостаток духовности пытаются заменить эмоциями. Алло, здравствуйте, как вы? И вдруг связь прерывается. Алло, мама, мама! И прерывается. Прервалось. Почему ты повышаешь голос? Потому что связь прерывается. Почему люди иногда повышают голос в молитве? Потому что связь прервалась, прерывается. Связи нет. Когда связь есть, когда со связью все в порядке, тебе не надо голос повышать. Тебе не нужно искусственно что-то делать, возлюбленный. И ты должен понять, что связь есть. Соединяющийся с Господом, один Дух с Господом. Понимаете, кто соединен с Господом, один Дух с Богом. Понимаешь, связь есть. Тебе не надо кричать. Здесь, все здесь. Святой Дух в тебе. Проблема, знаете, в чем? Просит, умоляет Небесного Отца, который на высоте, не знаем где. Слушай, Дух Святой в тебе. Божья Третья Личность в тебе. Он неизреченными воздыханиями ходатайствует. Он говорит, с дерзновением приходите к трону благодати. Он говорит, с дерзновением приходит к трону благодати.